Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблема, которая, как я понимаю, требует терапии, но сейчас мне нужно хотя бы просто успокоиться. Дело в следующем, когда я вступаю в отношения, поначалу всё идёт отлично, но спустя некоторое время я начинаю тревожиться, боюсь, что что-то пойдёт не так, боюсь, что если открою свои чувства человеку, он потеряет интерес. Такое уже было. Как только показываю ему, что он для меня важен, появляется страх, и я начинаю вести себя по-другому, не отвечая на сообщения, общаюсь более холодно, внутри сидит убеждение, что для мужчины нужно быть недостаточным. Потом, к сожалению, я в своём поведении тревожишь ещё больше, начинаю извиняться, объясняться, в итоге человек дистанцируется, и мне становится ещё хуже. Я занимаюсь самокопанием, не могу спать, думать о дуашь, и в итоге всё заканчивается плохо. Я читал книгу о психологии, на тему любви к себе, самооценки, головой понимал, что люди на первом месте ставят себя, заботятся о своём внутреннем состоянии, и на данном деле всё выходит из-под контроля, и отношения превращаются для меня в плачные страхи и тревоги. Сейчас снова об отношениях с мужчиной произошло то, что я проявил своё безразличие, это его расстроило, и в итоге я опять начинал волноваться, написал, что сожалею, стал объясняться, он ответил, что всё хорошо, попросил, чтобы я не думал о плохом, но встретиться пока вряд ли получится. И мне снова лезет в голову мысли, что я всё испортил. В области сердца чувствуется какая-то боль, с которой я не могу справиться. Ну что ж, здесь вы, очень много, по сути, весь ваш текст, это история про то, что с вами что-то не так. Это история про то, что вы чувствуете себя недостойной, вы чувствуете себя плохой, хуже, чем, например, другие люди, другие, например, женщины, да, если мы говорим в контексте отношений с мужчинами. И так далее. То есть это вопрос именно про то, что в глубине души вы чувствуете себя какой-то не такой, почему-то. Ну вот. То есть опять же, да, недосягаемым нужно быть для мужчины для чего? Чтобы он как-то вот сохранял, например, интерес к вам, да? Ну вот, или чтобы не ушел от вас, или чтобы, по-моему, я не знаю, уважал вас. То есть недосягаемость – это средство, но средство для чего? Вот. Знаете, какая штука? Да, вам скажут, что эта история идет из детства. И что у вас, значит, такой вот сценарий жизненный, который по факту ведет к тому, чтобы вы были возможны. Но от этой мысли вам не легче. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание немножко на другое. Вы пишите, вы пишите. Когда я вступаю в отношения, все поначалу идет отлично. Но спустя некоторое время я начинаю тревожиться. Боюсь, что что-то пойдет не так. Пишите вы, да? Боюсь, что если открою свои чувства, человек потеряет интерес. Вот смотрите. Здесь в первую очередь про что? Про то, что в определенный момент, когда вы находитесь в отношениях, и когда вы начинаете тревожиться, что-то меняется. Тревога же не сразу появляется, она появляется спустя какое-то время. Значит, вы начинаете о чем-то думать, вы начинаете о чем-то думать, вы начинаете вероятно чего-то хочу, вот хотеть. Я думаю, что это связано с той вашей потребностью, которую вы пытаетесь реализовать в отношениях. Я не буду сейчас гадать, что это за потребность, но тревога связана с тем, что вы начинаете видеть возможность эту потребность реализовать. Понимаете, да? Когда вы чувствуете, что, о, с этим мужчиной я могу достичь того, чего я хочу, например, появляется тревога. Потому что вы думаете, знаете, и отчасти это действительно так, что этого может не случиться, что этого может не получиться. Это первый момент. Второй момент. Да? То есть здесь нужно, вот как мне кажется, увидеть, чего вы хотите, какую-то премию пытаетесь реализовать. Вот. Дальше. Вы говорите, если откроете свои чувства человека, он потеряет интерес. О. Здесь у вас есть определенное отношение к своим чувствам, их обесценивание. Вы обесцениваете свои чувства. Вопрос заключается в том, как вы это делаете. Вот. Далее. Вы пишите. Как только показывают человеку, что он для меня важен, появляется страх, и я начинаю вести себя по-другому. Смотрите. Да. Появляется страх, вы проявляете безразличие. Это понятно, но давайте больше внимания обратим на то, что человек, человек вам становится важен. Вот чем он для вас важен-то? Вот здесь же ключик, ключик важности человека. Человек становится супер важным, человек становится очень важным, и чем человек важен для вас? Что он должен вас подчеркнуть? Что он должен вам показать? Что вы надеетесь в себе увидеть через эту важность? Вот. Ну а то, что вы описываете далее, далее по поводу того, что, значит, после общения холодного боли вы жалеете о своём поведении, да, и начинаете извиняться. То есть это как бы следствие. Я не думаю, что на этом сейчас нужно заострять внимание. Вот есть отношения, да? Отношения с мужчиной. Есть мужчина. Вы попробуйте увидеть, на что вы направлены в этих отношениях. На что? Вы быстро увидите, что вы не направлены на человека. Вы быстро увидите, что вы не направлены на то, вы направлены на что-то другое. Вот. Вы обратите на это внимание. Что я хочу, то в отношениях. Какую свою проблему я пытаюсь решить. Что я хочу себе доказать. То я достойна? Ну, женщина там и так далее. Окей. Супер. Пусть так и будет. Вы можете это доказывать, если хотите. Но, вопрос-то немножко в другом. Вопрос в том, а для человека я что хочу? Ведь общаюсь с человеком холодно. Или общаюсь с человеком не холодно. Объясняюсь перед ним. Да? Вы говорите как бы сами с собой в этот момент. Вы ведете диалог с собой. Вы не ведете диалог с человеком. Вот. И вы не направлены на человека. А направлены вы на саму себя. То есть вы хотите, объяснив человеку что-то, сохранить свой образ. Вот. Дальше. Очень важный момент касается того, какие отношения вы выстраиваете. И есть ли в этих отношениях возможность для искренности. Потому что вот то, что описываете вы, говоря про реакцию мужчины, ну, больше похоже на такую какую-то историю, что общение между вами довольно формально. Возможно, вам такие отношения не подходят. Да, формальное общение вытекает из того, что для мужчины нужно быть недосягаемой. Вот. Но, тем не менее. Вот вы пишите про убеждение, что для мужчины нужно быть недосягаемой. Зачем? Чтобы он меня завоевывал. Да? А зачем? Чтобы он меня завоевывал. Для чего меня завоевывали? А как я к себе отношусь, когда ко мне... когда... Меня завоевывают. Какая я в этот момент? Ну, а меня завоевали, а что дальше? Понимаете, да? Мне кажется, что у вас мало опыта в довольно откровенном, искреннем контакте с людьми. И мне кажется, что здесь это классика. Мне кажется, что вы как раз таки с мужчинами, которые вам нравятся, да? Менее искренне, чем с другими людьми. Вот. Дальше. Вот вы пишите. Если я открою свои чувства, он потеряет интерес. А что это за чувства? Как так получается, что в ваших чувствах важен интерес другого? Ведь если я что-то чувствую к вам, то не так важно, интересен ли я вам или нет. Я чувствую к вам что-то. Я могу эти чувства проявлять. Я могу находить способы их выражать. Но вы-то центрируетесь на интересах другого человека. Значит, какие чувства у вас? Вот что это по факту за чувства? Не путаете ли вы чувства симпатии, любви? Например, чем-то еще, чем-то другим. Вот на этом, мне кажется, вам тоже нужно обратить свое внимание. Вот. Вы не задаете свой вопрос Ксении. То есть вы просто хотите успокоиться. Успокоиться значит переключить свое внимание. И вот если вы на самом деле хотите успокоиться, вот, то постарайтесь обратить внимание на те вещи, которые я озвучил. И я думаю, что вы увидите более полную картину и успокоиться. Проблему это не решить, но успокоение, вероятно, принесет вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Музыка. 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 Продолжение следует...